На релизе GTA 3 славилась своей свободой действий и беспределом, который можно было устроить на улицах Либерти Сити. Сюжетные задания тоже порой держали планку эпика, творящегося на экране. Сегодня мы как раз поговорим об этом. Я подумал, что выделять сложные или лучшие миссии слишком заезжено, да и для многих миссии проходятся уже быстро и без напряга. Играешь скорее, чтобы поностальгировать по былым временам, поэтому я решил выделить аж 10 крутых миссий в игре Grand Theft Auto 3, которые либо отличаются своей эпичностью, либо уникальностью. Напиши в комментариях, какие миссии из GTA 3 запомнились больше всего тебе, еще можешь поддержать мое творчество на бусте. Ну и про лайк и про подписку не стоит забывать. Погнали! Откроет наш список миссия кофе на вынос. Выдает ее Асука Касан. После пыток Мигеля она узнала, что колумбийский картель продает наркотик с панк под прикрытием кофейных лотков. Конечно же их предстоит уничтожить. Причем катаясь по всем трем районам города. Ларьки нужно уничтожать взрывчаткой или тараня на машине. Пули и огонь их не берут. Уникальность миссии в том, что на карте не будет абсолютно никаких меток, пока Клод не подъедет к точке продажи с панка поближе, что вызывает большие трудности. А на выполнение отводится 8 минут после уничтожения первого ларька. Но поскольку ездить нужно везде, конкурирующие банды не будут дремать. Сразу же откроют огонь по главному герою. Особенно запоминается итальянская мафия. Их бойцы расхаживают по улице с дробовиками. И за пару выстрелов способны уничтожить главного героя вместе с его авто. В других частях тоже есть миссии, где нужно найти что-то без меток на карте. Но не в количестве 9 штук. Миссию на мушке Клод получает от продажного полицейского Рея. Дело в том, что его раскрыли ЦРУ, поэтому нужно вывезти копы из города. Вернее доставить до аэропорта. Что сделать непросто. Мост через реку караулют агенты. Чтобы его пересечь, нужно хорошее знание местности. И смекалка. Можно отправиться через подземный туннель, который выведет на дорогу уже после моста. Благодаря чему получится проскочить мимо ЦРУшников более-менее незамеченным. Ну или воспользоваться метро. Из него получится выехать прямиком к аэропорту. И агенты не побеспокоят Клода. По подземке можно безопасно вернуться назад за награды от Рея. Не опасаясь за жизнь главного героя. Мне нравится, что в этой миссии игра просит решить некую задачку. Но как ее решить, думает уже сам игрок. Да и вообще я не припомню, чтобы в какой-нибудь другой GTA нужно было специально спускаться в метро на машине для того, чтобы пересечь остров незаметно. Далее пикантная миссия Порнократ. По заданию Эльбурра нужно отправиться по следу вора, украшивав фургон, наполненный журналами специфического содержания. Тут все голые, какая гладость. След состоит из журналов, разбросанных по всему Портленду. Но их все собирать не нужно. Более того, можно сразу отправиться на место дислокации вора, убить его и вернуть в фургон магазинчик Эльбурра. Эта миссия сама по себе специфическая. Искать цель не по какому-нибудь маячку, а по выпавшим из фургона эротическим журналам. Это делает задание одновременно забавным и уникальным. Что в общем-то в духе GTA. Следующая миссия ТОПа под названием «Взрыв на заводе» связана с войной между семьей Леона и китайскими триадами. Туни Сиприани хочет взорвать их рыбный завод, дабы навсегда покончить с надоедливой триадой. Предприятие, как я полагаю, используется для прикрытия деятельности по производству дури. Просто так попасть на территорию завода нельзя. Нужна машина банды, ну или мусоровоз. Собственно, для подрыва Эйтбол уже заготовил напичканный из рычатки грузовик для сбора мусора. Сев в авто, главный герой отправляется в логово триад. Въезжая через главные ворота, Клод подгоняет грузовик к топливным цистернам на заднем дворе и активирует взрывчатку. Не успевает герой добежать до ворот, как весь рыбный завод разлетится на куски. Как ебанят, так в Новиграде будет огни видать! Конечно же, в любой части GTA хватает эпичных взрывов в здании. Но не все взрывы меняют и объекты, как этот. Да и в целом, эпичная месть рядом за постоянные нападки. В этом задании, который называется Подстава, жертвой взрыва мог стать сам главный герой. Король Кортни отправляет Клода забрать машину Эсперанто. Добраться до точки нужно за ограниченное время. А осев в авто, герой находит записку от Каталины, в которой выясняется, что все это, собственно, Подстава. Клода начинает атаковать обдолбанные с панком и увешанные взрывчаткой суицидники. В этой миссии действовать надо быстро. И не подпускать к себе шахидов. Спаунятся они из фургонов, стоящих на парковке. Авто надо обязательно уничтожить. Не только, чтобы прекратить спавн, но и чтобы пройти в итоге задание. Атакующие герои толпой смертники – это точно одна из уникальных миссий во всей серии. И одна из самых кровавых, благодаря расчлененке, которая присутствовала в 3D-вселенной. Следующее задание уникально своим геймплеем. В миссии «Мана небесная», которую выдает ДиАйс, Клоду нужно собрать на машине разбросанные по городу платиновые слитки, а потом довезти их до гаража, выгрузить и снова отправиться за новой партией слитков. Причем с каждым подобранным куском платины авто становится тяжелым и неуправляемым, а вместе с тем возрастает интерес полиции, от которой не так просто уйти на авто полным слитков. В своем роде уникальная миссия, подобного больше не встретишь в других частях. В миссии «Сайонара Сальваторе» нужно убрать главу итальянской мафии и способов это сделать немало. Это задание выдает Асука, дабы проверить преданность главного героя, который после предательства итальянской мафии решил поработать на Якудзу. Игра говорит, во сколько «Сайонара» выходит из клуба, но как его устранить зависит от игрока. Лично мне всегда нравился один точный выстрел из снайперской винтовки с крыши напротив. Хотя вполне можно устроить засаду и расстрелять его где-нибудь по пути. В GTA не так много миссий «Песочниц» с устранением цели, и эта миссия по ликвидации главы мафии выделяется из прочих. Тройку лидеров открывает миссия «Освобождение Канбу». Ее выдает в Акагасир Якудзе Кенжи Кэсен. По его поручению, Клоду предстоит вытащить из тюрьмы высокопоставленного члена Якудзе. Для начала герой угоняет полицейскую машину, устанавливает в нее бомбу в гараже Эйтбола, а затем, проникнув на территорию полицейского участка, запускает таймер взрывчатки. Машина эпично взрывается вместе с задней стенкой участка, где расположена камера заключенного. Затем этим двоим надо скрыться от копов после устроенной диверсии. Мне нравится то, как бодренько и зрелищно проходится эта миссия, и при этом напоминает боевики 80-х. Да, было время. На втором месте миссия «Бомба на базе». Изначально Клод приходит к Сильваторе Леоне, тот поручает ему уничтожить корабль колумбийцев, на котором производится спанк. После этого герой едет к Кейт Болу, которому требуется 100 тысяч долларов на производство бомбы и покупку снайперской винтовки. Отдав деньги, начинается основная часть миссии, где герой вместе с напарником направляется уничтожать судно. Приехав в порт, герой начинает отстреливать членов колумбийского картеля и снайперки, в то время как Эйт Бол направляются в трюм корабля и закладывают взрывчатку. После чего происходит мощнейший взрыв, и судно погружается на дно океана. Миссия проходится с напарником, что похоже на полноценную операцию с эпичным финалом. И, как ни странно, самая крутая миссия – это финальная, под названием «Обмен». Чтобы спасти свою подругу Марию, герой должен принести полмиллиона долларов бывшей подруге Каталине, которая предала его в начале игры. Но принеся деньги, она снова его предает и приказывает избавиться от Клода, поскольку герой остался без оружия после обыска, ему предстояло выкручиваться. Нужно действовать быстро, добыть пушку и выбраться из особняка колумбийцев. Каталина пытается сбежать на вертолете. Герой следует за ней на дамбу, где начинается полноценное сражение. На месте полно колумбийцев, а главная злодейка игры летает на вертушке и сбрасывает бомбы. Добравшись до Марии, Клод добивает охрану, берет в руки гранатомет и стреляет в вертушку. Каталина терпит крушение, а Клод и Мария уходят в закат. Финал миссии – это самый большой эпик. И оттого это самая крутая миссия, которая запоминается после прохождения. Ее оставлю на первое место топа. В следующих частях серии уровень крутости и эпичности только повышался, а Rockstar, создавая новые механики и возможности, сделали еще больше таких миссий. Но о них как-нибудь в другой раз. А каким будет ваш топ классных миссий в GTA 3? Напишите об этом в комментариях под видео. Ну а заодно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Также меня с недавнего времени можно поддержать на бусте. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не болейте. Услышимся. Пока.